Всем здравствуйте, и сегодня мы займемся ретекстуром. Я давно собирался записать этот урок, но все никак не мог собраться. А сегодня меня попросили о помощи, точнее уже вчера, да, видно 4.26, самое время записать урок. Итак, ретекстурировать мы будем танки от Red Hammer Studios. Собственно, объяснять я буду не по поводу того, как рисовать текстуры, но начнем. Для начала нам нужно найти сам аддон. Он находится Red Hammer Studios Armed Forces of Russian Federation, аддонс Т-72, РХС Т-72 ПБО. Мы его копируем на диск P. Теперь открываем при помощи программы ПБО Менеджер Бета. Щелкаем по названию ПБО правой кнопкой мишки и нажимаем «Извлечь» в РХС Т-72, то есть в одноименную директорию на диске P. Он создал нам директорию, теперь ПБО файл можно удалить. Открываем директорию. Что мы здесь видим? Мы здесь видим внутренние папки «Дата», в которых содержатся текстуры и материалы, потом какая-то моделька. Это P3D файл, который, скорее всего, добавлен в основные модели через прокси. Анимации в РТМ-формате. Некие что-то такое. А, это прицелы. Дальше есть папка «Иконс», где содержатся иконки танков. Есть папка «Прокси», где содержатся P3D-модели, которые добавляются через прокси к основным моделям. Есть папка «Саундс» со звуками. Так, что из этого нам сразу не нужно? Нам не нужны анимации удаляемых. Нам почему не нужны? Потому что они уже есть в аддонах РХС. То есть мы будем давать ссылки. То есть ссылки на РХС-овские ПБО все равно останутся. И все вот эти вот файлы, которые мы сейчас снесли, они будут взяты моделью оттуда. То есть они просто бы занимали место. Иконки мы тоже удаляем. Прокси мы оставляем. И звуки мы удаляем. Вроде бы все, что нужно, я снес. Так, дальше мы удаляем конфиг и текст-хиддерс. Дело в том, что конфиг у РХС хранится в отдельном ПБО-файле. Если бы это был другой мод, например, мой ПАКФА, мы бы конфиг этот не удаляли. То есть запомните, если вы ретекстурируете даже стандартную какую-то модель, конфиг оставляете. Но в этом случае мы его удаляем, потому что его потом заменим другим конфигом. Да. Все, необходимое приготовление мы сделали. Теперь по поводу самого ретекстурирования. Все знают программу Photoshop. Все это легко делается. Я покажу вот сейчас несколько каких-то базовых таких принципов, которыми я сам пользуюсь. И покажу их не на примере T7s2, потому что здесь нету одного файла, который достаточно полезен. Это файл Ambient Occlusion с дополнением AS. Мы возьмем его из какого-нибудь другого РХС-овского аддона, например. Например, например. А вот, портированные машины из Arma 2. Там должен быть этот файл. УАЗик. Дата. Основная текстура и Ambient Occlusion. Даже вот так вот. И еще карта нормалей и карта бликов. Что мы делаем? Мы их извлекаем сюда и пересохраняем формат PNG. Я открываю при помощи TextView 2, который у меня выставлен как стандартная программа для открытия PAA-файлов. Файл Save As. И вот здесь вот мы вручную дописываем расширение PNG. Сохранить. FILE S. Ambient Occlusion. Сразу пишу Photoshop, что нам понадобится. Файл Save As. Ну и то же самое проделываем с остальными файлами. Это блин. Кроме SMDI. Его мы сгенерируем заново. Так. В Photoshop я закидываю эти три файла. Три текстурки. На три. Основной будет вот это. Вот этот слой нижний мы сразу назовем основу. Скопируем туда слой с Ambient Occlusion. И скопируем туда слой с Нормок. С картами Нормалей. Так. Карты Нормалей пока спрячем. С Ambient Occlusion что мы делаем? Изображение. Коррекция. Черно-белое. И пурпурный выставляем на ноль. Готово. Режим наложения. Добавляем умножение. Зачем это нужно? Дело в том, что карта Ambient Occlusion была снята в 3D Max. И затененные участки на ней. Это затененные участки на модели. Она добавляет рельефности модели. В общем модель будет выглядеть более реалистично. Далее что мы делаем? Мы с карты Основа копируем все элементы, которые в последующем мы не будем перекрашивать. Такие как фары, решетка радиатора. Можно это сделать, конечно, аккуратнее. Это я так для демонстрации. И скопируем их на новый слой. Назовем их, допустим, мех части. Так. Дальше мы скопируем грязь. Деление. Цветовой диапазон. Мы выделяем на слою Основа всякую грязь. Возможно, как можно больше всяких сэмплов добавляем. Вот. Вот эта грязь. Ну и нажимаем. Ок. Даже чуть побольше. Вот, на раз, просто добавить. Вот, зеленый цвет лучше вылететь отсюда. Так, ну вроде как он нам даже больше сделал. Ну ладно. В общем-то, принцип... Да, он взял нам еще и желтый камуфляж. Зафигачил. Так. Тогда по-другому немножко сделаем. Да, тут очень просто камуфляж. Схож с грязью по цвету. Вот. Возможно, есть другие текстуры, на которых это не так заметно. Ну ладно. Пока скопируем вот это. Вы просто знаете, что, возможно, не всю грязь придется использовать. Часть грязи придется убрать ластиком. То есть... Грязь. Что мы делаем далее? Мы далее... Можем заниматься непосредственно ретекстуром. Первый вариант. Это... Замена цвета. Да. То есть, изображение, коррекция, заменить цвет. Вот. Выделяем тот же зеленый цвет, да? Выставляем побольше разброс. Ой, не то сделал. Изображение, коррекция, заменить цвет. Зеленый, побольше разброс. И меняем, да? То есть, видно, что... А, это не тот слой еще, кто может... Отлично. Изображение, коррекция, заменить цвет. Да, вот у нас зеленый. И вот мы меняем его цвет, да? То есть, видно, да, как меняется? Ага. Пусть вот так вот будет. Вот. Это первый способ. То есть, заменой цвета мы добиваемся различных цветов. Это если нам нужен камуфляж. Второй вариант. Это мы берем и просто заливаем. Создаем новый слой. Делаем заливочку. Какой-нибудь, ну, пусть. Если мы добавим вот так вот, имя доклюжен, будет видно, да, нашу модель. При этом грязь здесь слишком резкая получилась. Можно ее подразмыть. И можно ее сделать потемнее. Чуть-чуть. Вот. У нас получилась такая простенькая текстурка. Можем там нанести любую надпись. Вот. То есть, занимаемся таким ли текстуром. И поверх можно нарисовать другой какой-нибудь камуфляж. Там это тоже все просто делается. Первым там раз, точка, два, точка, три, точка, четыре. Завернули. Создаем новый слой. Заливка цветом. Заливка контура. Ок. Удаляем сам контур. Выделяем его. Прячем. И через замену цвета, или через, там, цветовой тон, меняем на другой камуфляж. Вот так вот. Да. Понятно, да, что я сделал? Вот. Это простые способы создавать текстуры. Теперь. Что мы еще можем сделать на текстуре и их средствами? Мы можем создать какие-нибудь дополнительные элементы. Например, след от попадания пули, снаряда там. Вот такой будет у нас след. Только он будет белого цвета. Ну, точнее, он не будет белого цвета. Он будет какого-нибудь серого, как металл, да? Вот. Вот мы его создали. Но мы создадим его на отдельном слое. Вот у нас попадание такого нехилого. Ну, пусть будет поменьше все-таки. Вот у нас попала пуля, да? В технику. Что мы теперь делаем? Мы дублируем этот слой. Дружение, коррекция, яркость. Делаем его ярче. Под него создаем слой с нейтральным серым цветом. То есть средне-серым. 50%. Делаем заливку. Все остальные слои пока можно спрятать. Вязь там. Вот. Вот такой у нас элемент. Сюда же мы добавим дырку от пули непосредственно черной. Объясняю, что я делаю. Это некая карта высот. То есть чем более яркий цвет, тем выше он, ближе он находится к нам. Тем, чем он более темный, тем он дальше от нас. То есть как бы сама дырка от пули будет черной, она будет максимально вдавлена. А часть металла, которая раздулась, она, как мы видим, белого цвета. Вот. Вот такая дырочка от пули. Теперь мы это все, вот эти два слоя, объединяем. И применяем плагин от NVIDIA. Его бы, наверное, просто найти. Normal Map Filter. Мы нажимаем по нему. Здесь настройки видны все на экране. Масштаб выставляем, какой нам нужно. Сильнее, слабее. Будет быть четвертый масштаб. Если сделать 3D превью, не знаю, будет на нем видно. Вот, видно нашу дырку от пули, что она там немножко видна. Окей. Вот у нас получилась карта нормалей для нашей дырки от пули. Причем выглядит, что наоборот получилось, да, что белый цвет вдавленный, а черный цвет выпуклый на нас. Это так и должно быть, да. То есть все наоборот. Теперь мы делаем выделение, цветовой диапазон. Выставляем единичку, щелкаем по фиолетовому цвету, стандартному, и удаляем его. Переносим это над Normal Map стандартным, который был изначально. И вот у нас на нашу дверь, да, то есть вот у нас добавляется дырка от пули. Объединяем слои. Все, карту Normal Map можно сохранять. Файл сохранить как PNG. И обязательно сохраняем ее как NOHQ. Окей. Но там он открыт у нас уже, да. Вот так вот. Все, сохранили. Теперь, что мы еще должны сделать? Мы можем добавить блик от металла поврежденного. Как это делается? Вот у нас наша SMDI карта. Тоже сохраним ее в PNG. Закинем в Photoshop. Создадим дубликат слоя на основном. Вот. Переведем в черно-белое. Ну, пожалуй, так вот. Только немножко яркость понизим. Даже не немножко. Вот. Вот этого будет вполне достаточно. Так. И, соответственно, наша, вот она, наша дырка от пули, да. Мы ее снова копируем. Переносим сюда. Коррекция яркости. Объединяем с этим слоем. И сохраняем как SMDI. То есть карта бликов, отражений, глянцевости. Ну, отражающей способности поверхности. Назовем это так. Сейчас она сохранится. И применяем. Так, давайте-ка, знаете, что сделаем? Чисто для видео. Я уменьшу размер до 512. Потому что иначе очень долго будет рендериться текстура. Нужно сохранить как. Вот. Теперь мы открываем при помощи TextView. Edit Filter. Загрузить фильтр. Фильтры лежат. Arma3 Tools. TextView. Filters. Specular Map Finish. Нажали. Выбрали этот фильтр. Два раза по нему щелкнули. Нажимаем ОК. Генерируется наша карта. Вот видна наша дырочка от пули. И получается вот такая карта. Дырка от пули выделена синим. Когда мы сохраним это дело все по формату, убрав вручную расширение PNG и нажав сохранить, текстура приобретет немножко другой вид. Выглядеть она будет вот так. Но мы видим, да, что вот тут белый, более яркий цвет. Когда мы наденем эту текстуру на модель при помощи материала, здесь будет более ярко, как будто здесь оголенный металл. вот карта нормалей с этой же дыркой. И наша основная текстура будет выглядеть вот так. Да, то есть дырка от пули. Металл серый. Вот надпись ГАИ. Я надеюсь, что по текстурированию, по именно рисованию в фотошопе я какие-то базовые вещи объяснить сумел. Теперь закрываем фотошоп. Идем дальше. Вот. Пожалуйста, используйте уроки ютуба, куча текстовых уроков. Все это есть в интернете. Поможет вам нарисовать наиболее красивые текстуры. Речь сейчас не об этом. Речь сейчас о том, как заставить это все работать в игре. Итак, у нас есть текстуры стандартные, эрхайсовские. И у нас есть текстуры, которые нарисовал человек, который мне скинул. Это для того, чтобы я ему помог. И я заменяю эрхайсовские текстуры на новые. Заменить. То есть, видите какой цвет, да? Такой. Почти морской волны. Вот. Это, собственно, и есть ретекстур. Теперь идем дальше. Нам нужно заменить пути до самих текстур. Как это делается? Дело в том, что если мы откроем любую модель и воспользуемся поиском. Открываем в текстовом редакторе. Я пользуюсь Notepad++. Найти. PAM. ПАА. Да. Нам нужно найти именно то, что на нашу ссылается. Папочку Т-72. Все, на Т-80 почему-то ссылается. Ну, чтобы не расходовать опять-таки ресурсы. Ну, вот так вот сделаем. Ладно. Простимся. Папочку Т-72. Вот так вот выглядит ссылочка на текстуру, которая содержится в нашем аддоне. Вот, сейчас она ведет на текстуру, которая содержится в ПБО Архайсовском. Нам надо заменить, чтобы она была нашей. Как это сделать? Если мы введем ее в текстовый документ, да, мы уберем все лишнее, то, что, ну, повторяющиеся элементы. Вот. Нам нужно создать такой же путь, который будет совпадать по количеству символов. Поэтому мы назовем RT-X-T-72, да? Что я делаю дальше? Я принял решение, как будет называться мой ПБО-файл, чтобы совпасть по длине с вот этим вот. Вот это, кстати, префикс. Мы аддон-билдером его тоже добавим. Вот. Это всего лишь навсего префикс, который РХС добавил. То есть это как бы виртуальная часть. Виртуальная. И этого пути не существует. Не существует ни вот этого аддона ПБО, ни вот этого. Существует только вот этот. А это к нему добавляется виртуально. То есть, в принципе, в простых аддонах это бы выглядело вот так, да? Мы бы заменяли только вот эту часть. Но, так как у нас префиксы, мы заменяем все вот это до текстур. По количеству символов зачем должно совпадать? Дело в том, что, когда мы делаем замену, чтобы не нарушать структуру файла. То есть, если мы вдруг сделаем на один символ там больше, да, вот так вот, то сразу нарушится структура файла вся, и он превратится из модели вообще в непонятно что. То есть, просто в набор знаков. Так. Это обязательное условие. Мы его выполнили. Что мы делаем дальше? Вот это вот, наше новое название. Мы его заменяем вот здесь вот. То есть, мы саму папку переименовываем. Открываем. Дальше что делаем? Дальше мы открываем все P3D файлы в текстовом редакторе. Вот, все-все прямо. И все материалы с NORVMAT, которые рвим мы АТ. Вот, мы их тоже открываем в текстовом редакторе. Когда мы их открыли, что мы делаем? Мы делаем заменить и меняем старый префикс на, ну не префикс, а старые вот эти ссылки на новый. С старым префиксом, но с, да блин, но с новым названием самого, самой папки. То есть, из самого ПБО будущего. RTX. Видно, да? То есть, я меняю две буквы, но по сути все меняется вообще. То есть, теперь он будет текстуру искать вот по нижнему адресу. И нажимаем заменить во всех открытых документах. 2788 ссылок были изменены. Копируем нижнюю часть, она нам пригодится прямо сейчас. Нажимаем файл сохранить все. Так, подождите, отмены. Файл сохранить все, я хотел сказать, да. Вот, он нам все сохранил. Зачем нам нужен был этот префикс? Мой компьютер, arm3tools, addonbuilder, addonbuilder. Сразу его запущу. Options. И в addon префикс я его вбиваю. Вот так вот выглядит префикс addon. Чтобы он совпал по длине с тем, который изначально был. То есть, это обязательное тоже действие. Мы его сделали. Что мы делаем дальше? Нам нужно теперь написать конфиг, чтобы это все работало в игре. Идем в RHS-овскую папку. Вбиваем T-72. И вот тут вот PBO. RHS-CET-72. Здесь, собственно, и лежит их конфиг. Берем только конфиг. Потому что вот эти все HPP файлы, на которые даются ссылки из конфига, они нам не нужны. Мы не собираемся редактировать это все. Мы просто унаследуем от RHS-овского танка свой. Кидаем в папку. Конфиг забинарин. Надо его разбинарить. Я пользуюсь прогой Unwrap. Ссылка на нее будет в описании, как и ссылка на PBO-менеджер. Вот он сразу мне нашел мой конфиг. Я нажимаю нет. Мы не делим классы в отдельные файлы. Нет. Нажимаем ок. Возвращаемся к нашему конфигу. Забинаринный конфиг удаляем. Открываем незабинаринный. Сразу что здесь мы делаем. Можно вот эти комментарии удалить, чтобы не палиться. Дальше. Мы меняем имя самого вот этого патча на то имя, которое у нас на имя папки. То есть RTX-T72. И далее по аналогии мы... Ну, сегодня я сделаю один танк, чтобы побыстрее... То есть все вот эти вот лишние классы, юниты мы удаляем. Вот. То есть мы тоже заменили на свой будущий классный им. Вот такой классный им будет и у танка там внизу. В требуемые аддоны что мы добавляем? Мы добавляем обязательно RHS. Вот этот аддон с Т-72. Зачем мы это делаем? Чтобы, если вдруг кто-то вздумает загрузить наш ретекстур без вот этих RHS-CAS-овских аддонов, чтобы выскочило предупреждение, что он делает неправильно, что у него ничего работы не будет. RHS-T72, RHS-T72, да? То есть мы указали, что эти аддоны требуются нашему аддону ретекстура. Дальше. Вот эти все вещи нам не нужны. Мы не собираемся ничего менять. Функции, класс функций нам не нужен. Мы даже проще сделаем. Сейчас вот это снесем. Вот это снесем. Нам нужен только класс vehicles. Все. Сохраняем. Так. Теперь. Вот эти классы базовые нам тоже не нужны. А из этого класса нам нужно только два параметра, которые я просто... Ну, чтобы проще было. Сайт и... Крю. Это, соответственно, сторона, на которой танк находится. Меня попросили, чтобы отретекстуренные танки были на стороне синих. И экипаж. Дело в том, что если мы оставим RHS-овский экипаж, он будет за красных, и могут возникнуть неприятные ситуации при игре непосредственно. Так. И мы удаляем вот этот базовый класс. И вот, собственно, наш RHS-Т-72БА. Да? Да. С тепловизором, я так понимаю. Теперь удаляем все остальные тоже танки. Ну, потому что все делается по аналогии. Вот сейчас я сделаю первый танк. Все остальное делается точно-точно так же. Так. Удаляем все до конца класса CFG Vehicles. Сохраняем. Так. RHS-Т-72БА. Вот этот класс мы выносим в начальные классы, то есть внешние, которые уже будут к тому времени RHS-ом созданы. RHS-модом. Можно даже добавить вот такую достаточно стандартную строчку ExternalConfigReference. И от этого класса мы наследуем наш класс RTX. RHS-T-72БА с тепловизором. Мы наследуем от RHS-T-72БА с тепловизором. Эти все классы уже будут тоже обозначены. Автор RHS. Вот этот мы заменяем вот так вот. Модель. Где лежит наша модель? Она лежит по адресу RTX. Этот класс у нас уже был обозначен там. DisplayName тоже обозначен там. И картинка тоже там. То есть это все в RHS-овском конфиге основном. Это все там обозначено. Теперь мы добавляем вот эти два класса, которые мы хотели изменить. Это сторону и экипаж. Сторона 1, по-моему, синих. Я не могу ошибаться в этом. И экипаж, как же там, бестовский экипаж стандартный. D, CREW, F, должен быть тоже. Так, проверяться не буду. Обычно я проверяю, слезу в конфиге, копирую. Так, но это все для скорости. Это все сделано. Теперь, когда конфиг написан. Проверяю. Да, все правильно. По идее все. То есть мы закрываем. Открываем. Pbo Builder. Addon Builder. Префикс. rks.af.rf. Addons.rtxt72. Ок. Не ставим галочку миноризировать. Почему? Потому что у нас и так все модели забинарины. Все по 3D мы их не разбинаривали. То есть они и так забинарины. И бульдозер, ну вот этот вот, бульдозер, аддон билдер просто вылетит. Если мы попросим его забинарить, еще раз забинарины и модели. Так, указываем путь к нашему замечательному, замечательной папке на диске P, который называется rtx. rtx, t72, tqr, что он мне не то выдает. Мы нажимаем rtx, называется rtx. В чем проблема? Вот так вот сделаем проще. Всем будет, по-моему. И нажимаем паковать. Да. Как вы видите, я уже этим маялся. Пакфа, аддон сейчас все лишнее отсюда снесем. Вот наш ПБО. Вот все файлы в нем. Можно проверить текстуры измененные или нет. Да, видите, цвет измененный. Все правильно. И теперь запускаем игру. Если мы допустили ошибку в конфиге, вот прямо сейчас должна была бы вылететь ошибочка. Но так как она, видимо, все-таки не вылетает. Да, она не вылетает, значит все сделано правильно. Ну а следующая проверка уже, когда мы будем запускать миссию в редакторе. Если там не вылетит, значит все правильно. Итак. Арма запускается. ЧАС-Х. Так, редактор. 3D-редактор. Так, будет быстрее, наверное. Унарушить ошибочку. Так. Это нас не касается. Это из-за того, что у меня там стоит арма-3 маппак. Это их ошибочка. Вот у нас появилась фракция России танковые войска. Танк на стороне синих. Т-72Б. То есть все это появилось здесь, потому что мы это, это и есть цвета. Мы его ставим на карту. А почему вылет? Так, тихо. Что-то мне это не нравится, ребятки. Он не может найти что-то с префиксом не то. Это локальный диск. Так, дом-билдер. Признавайся. Что у нас не так? Ага. Я допустил ошибку. Вот тут вот. Да, я поставил еще один слышь. Его быть не должно было. Поэтому. Пакуем. Вот из-за такой маленькой ошибочки все проблемы. Проверяем префикс. Открываем по бо-менеджерам. Щелкаем по значку настроек. И вот тут вот префикс наш. Да, вот в этот раз все правильно. Не дай бог сейчас не заработает, блин. Не даже вот это все уберу лишнее. Просто скажу по секрету, я этот урок уже второй раз записываю. Первый раз просто получился очень длинно. И были тоже ошибки, вылеты. Приходилось исправлять. Я решил перезаписать урок. В результате 5 часов утра, а игра снова вылетает. Вы можете понять, наверное, мои эмоции. Ну вот. В общем. Так. Короче, если сейчас не заработает, урока не будет. Я вам обещаю. Вот, третекстуренный танк. С теми текстурами, которые лежали в ПБО. С белой полоской. Вот. И на стороне синих. То есть все как и должно было быть. Текстуры подгрузились. При этом такой же танк есть и у красных. Можно даже, раз уж все удалось, небольшой по фану бой запилить танковым. Двумя. Т-72 синих. И двумя Т-72 красных. Вот они будут сближаться под такими курсами. А нас мы сделаем гражданским, простым. Ну, пусть будет журналист. Игрок. Ну что ж. Давайте посмотрим, что получилось. Два танка красных. И два танка синих. Синие первыми открыли огонь. Он у красных уже проблемный. Но у синих тоже. Да. Синие победили. Видимо, американский экипаж оказался более опытным. В общем, не ругайте меня за то, что так получилось. Это не моя вина. Серьезно. Так. Все. На этом я заканчиваю этот урок. Я надеюсь, что все это время все это записывалось. Потому что иначе я просто повешусь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Это очень важно, на самом деле, для меня. Вот. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, где будут выкладываться и новые уроки, и новости по аддонам, которые я делаю сам или в команде. В общем, и делайте ретекстуры, а лучше не делайте, потому что их и так полно, а делайте хорошие новые аддоны. Ну или хотя бы ретекстуры пусть будут качественными, а не качество пейента. Все. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Продолжение следует.